Красавчик, что можно сделать при помощи куска картона и отличнейшего такого кусочка пенофольчика. Смотри, свет отражающий экранчик. Вот так сейчас все вырезаем чуть-чуть по периметру, сюда вот с запасом. И эта картонка будет вот так вот висеть, чтобы туда как можно больше отражался свет от того пенофола, вот в эту сторону пенофола, понял? Вот так вот красиво подвесим, чтобы сюда больше максимально попадал свет. И здесь будет своего рода образовываться микроклимат и больше сохраняться тепла. Потому что что-то здесь тепла, конечно, не особо маловато. На грани ходим, 19 градусов, это очень маловато. А вода так вообще 18, прикинь, ну это очень опасная такая вот, нижайшая температура. Ну ты посмотри, три зато. Как они выглядят, слушай, ну неплохо, неплохо выглядят, да? Я надеюсь, что эта супер нанотехнология поможет как-то быстрее и больше получать урожай. Бля, ну ты ж только посмотри, какой суперэкранный щит световой сделал, а, для ростички. А, ты посмотри, а, фух, если надо, опа, кто там в домике? Чик, не надо, закрыл, все, щит готовый, светоотражание стопроцентное. Воздух будет заходить сюда, холодный, снизу, сверху проходить и вот так вот уходить вверх, вверх, вверх и в небытие. Представь, как это будет красивенько. И свет будет больше отражаться. Не сюда просто выходить, в никуда потерю КПД давать, а туда вот гулять, гулять. Понимаешь, фотончики света, то, что глаз не видит, он отражается. Тик, 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 тик. Это, знаешь, как вот Майлор от белой бумаги, от вот этого пенофола, от фольги, вот это отражение. Туда, сюда, туда, сюда. Оно играет, бегает, циркулирует в замкнутом пространстве. Это то, что не видит человеческий глаз. Но для растения, посмотрим, довольно-таки должно быть, ну, кажется, компенсировать КПД. Света достаточно. Хотя света и так много, но вот такой вот световой экран я придумал. Хочу премию 300 тысяч миллиардов за него. Ты подпишись пока на канал. Ч application. Вертик. Продолжение следует...